Новый указ президента России не означает безусловного возвращения на работу для всех. Лишь 11 российских регионов готовы постепенно возвращаться к нормальной жизни. Роспотребнадзор разработал четкие критерии, по которым понятно. Открывать или закрывать территорию. В счет идет коэффициент передачи. Меньше единицы – возможно послабление. Количество свободных, незаполненных коронавирусных мест в больницах. Если свободны больше 50%, возможно послабление. И число тестирования на COVID-19. Тестов должно быть 70 на 100 тысяч населения. Ситуация в регионах различная, отличается. Именно поэтому субъекты федерации ранее получили возможность принимать гибкие решения с размерным уровнем рисков. Сегодняшним указом эти полномочия подтверждаются. То есть главы регионов, опираясь на анализ ситуации, на мнение главных санитарных врачей, будут принимать решения о характере ограничительных и профилактических мер. О том, как, в какой последовательности их можно постепенно смягчать. Или сохранять. А если этого требует обстановка, может быть даже и дополнять. Для Мордовии не меняется в сущности ничего. Основные предприятия, как работали, соблюдая особый санитарно-гигиенический режим, так и продолжат это делать. А вот обычно граждан ждет ужесточение. Маска теперь обязательно не только в магазинах и аптеках, но и на остановках, вокзалах, в аэропорту, а также при посещении органов госвласти. Кроме того, обязательными с 13 мая станут одноразовые перчатки. И самое важное, людям старше 65 лет из дома по-прежнему можно выходить лишь в продуктовый и аптеку. Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов, родные мои. Понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома. Часто в разлуке со своими детьми, внуками. Но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Регионы могут руководствоваться санитарно-эпидемиологической обстановкой на месте. Причем не во всей республике, например, а на конкретных территориях. Режим ограничений в определенном городе, поселке, селе или районе может быть жестче или мягче. Эпидемиологическая обстановка в регионах разная. Мы и прежде учитывали этот фактор. А на предстоящем этапе надо действовать еще более тонко. Предприятия и организации, чья деятельность приостановлена указом главы региона, не могут начать работу. Те, кто работает в регионе на удаленке, должны продолжить трудиться в таком режиме до 15 июня. Юлия Парунова, Павел Толобаев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова